Мы обязаны, обязаны кровью, надо добавить. Это самая. Хорошо, хорошо. Вы говорите, что... Ну давайте я отвечу, и потом дальше. И теория то подобное. Вот и три примера здесь будет, да? Когда объект, когда у вас вышел, и вы получили здесь, в городе, за 20 лет, ничего не делая в городе, покрасили один банду, в городе, да? Новая пласть покрасила пару домов, еще что-то, и кто-то мог красить с этой стороны, с этой стороны дворовой не красить. Но это другой вопрос, да? И кажется, что, ой, какой хороший человек, все хорошо в городе. И все плодумывал. Власть сегодня, значит, по всей рекламе, она временна. Они прекрасно знают. Почему они прячут наши госрезервы в США, вы сами знаете. Почему? Это таков закон. Почему госрезервы, не работая, превышая рубли, не работают они в стране? Таков закон Российской Федерации. Почему интересный? Почему Центробанк, грубо говоря, как акселерное общество у нас в стране, почему Центробанк зарабатывает огромные бабки и делят большие между работниками Центробанка? Вы прекрасно знают это, да? Центробанк зарабатывает в год сотни миллиардов рублей. Да, и финансировали. Деньги не идут в госбюджет. Они или медпюджетные, или их важны. Ну давайте я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Я вопрос о том, вы говорите, что демократию нужно развивать. Нет, нет, не говорю. Демократия наоборот разрушает. Я думаю, демократию нужно развивать, изменяя, убирая какие-то понятия. Слово, там, гиппу, капитализму, собственность. И плавно переходить к чему-то другому. Не нельзя это слово оставлять. Вы видите, что сегодня демократия такая. Западные, вот, приезжая на страну, у них уши в руки сворачиваются, видят. Где видите, что творится? Вы понимаете? Понимаю. Я был пониманием, нам легче назад не были. А там же такие каналы, где вот у нас показывают детские каналы, как детские дети показывают. А они приходят и пишут, если не смотрят, что этот канал у нас нет. А почему у нас на канале, допустим, прорези показывают не всех каналов? Почему один ребенок на канал делает? Или любой другой канал, люди будут смотреть эти каналы. У нас этого нет. Это демократия. Я не хочу, чтобы смотреть на это с утра до вечера. Или любое такое. Может и Путина. Политический канал создайте, говорят, что с утра до вечера покажите. Как вам сказать? Или мочить, или мочиться, еще что-нибудь там. Вот это демократия. С одной стороны, а с другой стороны, невозможно создать демократию абсолютно без правил. Извините, демократов. Я с вами согласна. А вот где эти силы, которые революционным путем? Где они силы? Они сами собой придут. Они сами собой придут. Я согласен с вами. Они придут из-за границы. Нет, они придут без контроля никем. Обиде, город, Россию. И вот таким образом. Вот смотрите сейчас. Поднимут, согласен. Они придут из-за границы и поднимут народа. Один пример. У нас свой автопрома уже нет. Вы видите, да? Везде автомобильные предприятия заводят эту страну. Авиации сейчас будут тушить так же. Другие предприцательства сельскохозяйства у нас нет. Там комбайн-заводок на Ростов-Бойк и так далее тоже нет. Душат. Народ видит в последнюю очередь, что мы попали в Кабалу. Мы за подлётку. Мы в Кабале. Не, именно так. Мы в Кабале с 91-го года. Давайте по порядку. Значит, первый вопрос. О возвращении к СНГ, к Содружеству независимых государств. Да, такой есть план, но это план врагов наших. Они для этого специально делали, чтобы должность мэра, не мэра, а губернатора, была выбираемая. Для того, чтобы любого, кого надо, можно было поставить на эту должность. И через него вот этот регион отсоединить от России. Да, поднять там восстание, ввести войска. И заграницу нам в этом поможет. Конечно, не сомневайтесь. Интервенции, пусть, а не поможет. Да, нет, интервенции нет. Путин назад. Он же сказал, вы воспринимаете его слова как ложь? А зачем он тогда говорит ложь? То есть зачем ему вообще эти проблемы нужны? И жил бы хорошо. Он и так живёт, и волнуйтесь. Он же сказал, что должность губернатора надо сделать назад, назначаемой. Это раз. Иван Грозный, Иван Грозный, они Россию делали. В кулаке держали. А мы всё. А мы да. Кроме Юзоа. Мы да. В 91-м году мы да. Я в 91-м году ещё маленький был, поэтому на меня как бы менять нечего. Подождите секундочку. Даня, про независимое государство. Если бы намерения были такие, то мы бы не вступились за Абхазию. Понимаете? Тогда весь мир удивился. Как так? Россия на коленях стоя отвоевала Абхазию. Нашлось, то есть, необходимое количество наших войск, которые за идею, можно сказать. Деньги, конечно, имеют значение, но основной идеей, они отстояли этот наш суверенитет. И это сделал Путин и Медведь. Понимаете? Дальше. Система. Система, которая работает против нас. Это вот всемогущий доллар, как все в итоге говорят. Как эта система действует? Наш Центробанк выпускает деньги лишь для закупки долларов. То есть, лишь для эмиссии его на валютный рынок. Там, на валютном рынке, доллары поступают откуда? Одну доллар и евро от продажи наших ресурсов. Наш Центробанк, получается, идет на валютный рынок, скупает доллары и войдет их себе в резерв. Ну, в резервный фонд. Это называется стерилизацией валютной массы. После этого Америка тут же начинает печатать следующие доллары, на которые покупают у нас ресурсы. Отсюда получается, что мы снабжаем Америку деньгами. Без денег, без ресурсов невозможность что-то сделать. Понимаете? Мы по основным показателям находимся в оккупации. Не может президент в нашей стране взять и отменить Конституцию. Не может. Он может потихонечку вносить один закон, другой, третий. И в ручном режиме, потому что вся система в стране настроена против нас. Такова система, понимаете? Как Каддафи не хотел, его американцы убрали. Теперь тоже трусит, чтобы его не убрали американцы. Молодой человек. Продолжение следует...